Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antilife.com.ua И сегодня перед вами модель под названием Huawei Honor 3. Если честно, когда готовился к данному обзору, искал информацию в интернете по поводу интересных особенностей про данную модель, я, если честно, не нашел ни официального представительства данной модели, ни каких-то русскоязычных обзоров, ни хороших текстовых обзоров по данной модели. Если честно, был очень сильно этим удивлен. Ведь модель действительно интересная, и действительно интересно было смотреть за этой моделью, что она умеет, что может, как она себя ведет. Конечно же, начинаем обзор мы с программки Antutu, так как нужно разобраться, что же за железо в данной модели. Как вы видите, модель набрала 14774. Это стандартный хороший показатель для своего процессора. Если учитывать то, что процессор HiSilicon K3 V2, это собственный процессор компании Huawei с частотой 1,5 ГГц. Он четырехъядерный, 1,5. Значит, в своей памяти здесь 8 Гиг, встроенной 2 Гигабайта. Карточка памяти у меня стоит на 16. Здесь есть 4,7-дюймовый дисплей, разрешение 720х1280, 4,2-2 Android, с фирменной оболочкой от Huawei, Emotion UI 1.6. Значит, здесь есть у нас также 5-мегапиксельная фронтальная камера, хотя здесь показывает 1 мегапиксель, это неправда. Данная модель весит 120 грамм. Посмотрим, какое количество у нас распознает дисплей, количество прикосновений. Значит, дисплей распознает 10 точек касания, и это очень хорошо. Также давайте рассмотрим, какие датчики есть в данной модели. Модель, скажем так, не является дешевой, бюджетной. Модель стоит около 3000 гривен в Украине. Имеет она хороший GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, датчики приближения, датчики освещенности и хорошую вспышку. Кироскопов и тому подобного в данной модели нет. Очень большое внимание обращает на себя прошивка данного устройства. Она не тупит, то есть ни на рабочих столах. Я поставил вот такую интересную анимацию, очень красиво смотрится. Все тут быстро летает. Можно менять эту анимацию, можно ставить виджеты, можно убирать количество столов, можно менять обои и тому подобное. Также здесь есть стандартное меню быстрого запуска. Оно очень удобно. Тут можно его и вот так вот прокручивать. Можно показывать большое количество вот этих менюшек. Здесь можно настраивать работу Wi-Fi, скриншоты, режим полета включать. То есть, ну, все, что вы видите, все можно изменять. Это довольно-таки удобно. Особое внимание заслуживает сама модель. Скажем так, я включаю эту информацию в раздел о прошивке, о ProSoft. Я говорил, что я узнаю обязательно, что же вот это такое. На самом деле, это ИК-порт, который нам может понадобиться, если мы будем использовать данный смартфон как пульт к телевизору или к любому другому устройству, с которым мы сможем подключиться через данный смартфон через такие программы, как... Такую программу, как DLNA-соединение. То есть, данная модель смартфона рассчитана на работу с многочисленными Wi-Fi устройствами и, то есть, с ними хорошо синхронизируется. Также стоит сказать, что данная модель водонепроницаемая имеет защиту класса IP57. То есть, она водоударопрочная. Точнее, нет. Она защищена от воды и от пыли. От ударов, конечно же, она не защищена. Тест я проведу чуточку позже. По поводу прошивки. В прошивке тут полноценный русский язык, информация о телефоне. Здесь есть все основные технические характеристики. Здесь есть также версия прошивки, версия Android, версия интерфейса iMotion. Что интересного у нас в прошивке? Во-первых, я эту модель, скажем так, тестирую после Huawei P6. В принципе, по прошивке у них та же оболочка, тот же интерфейс. Поэтому, в принципе, все то же самое. Здесь есть различные режимы аудио при подключении. Здесь есть температура экрана. То есть, можно более холодные оттенки поставить или более горячие. То есть, мне нравится по умолчанию он передает, скажем так, самые насыщенные цвета. Различные режимы подсветки. Можно выбирать в данной модели. Память. Память в данной модели 8 гигабайт. С заводской прошивкой, вот та, которая сейчас есть. Карточка памяти у нас, которую я вставил на 16 гигабайт. На нее не устанавливаются большие игры, на нее не скачиваются все программки. Все, что он качает с Play Market, он устанавливает на собственную память. Ну, возможно, нужно играться с этими настройками дополнительно. Датчики движения. Из датчиков движения представлена только функция перевернуть. То есть, если вам идет входящий вызов, можете перевернуть и отключить полностью звук. В Huawei P6 было больше этих датчиков. Значит, здесь есть управление приложениями стандартно, как в любом другом смартфоне. Есть Cloud. Это фишка аккаунта от Huawei. То есть, здесь вы можете хранить всю информацию. Ну, для владельцев смартфонов Huawei это очень знакомая функция. Само собой, GPS. Диспетчер прав, так же самое, как и на P6. Очень удобная функция. Можно запрещать те или иные программы и, наоборот, разрешать их же. Диспетчер запуска. То же самое. Можно выбирать приложение, запускаемое при включении телефона, чтобы расходовать или экономить эту оперативную память. Так, что есть еще? Панель уведомлений. Тут, в принципе, все стандартно. Специальные возможности. Жесты по увеличению. Ну, немножко мне не понравилась эта функция. При тройном нажатии она увеличивает любую точку на экране. По прошивке, в принципе, все. Давайте перейдем к смартфону. В плане экрана. Ведь это одно из самых важных особенностей любого смартфона при покупке. Как я уже говорил, 4,7 дюймов. Разрешение тут обычное HD 720 на 1280 точек. Экран очень яркий, очень сочный. Передает реалистичные цвета. Запас яркости, в принципе, достаточно велик. И давайте посмотрим, как вот отображает данный смартфон. Все цвета, картинки, какие только могут быть. Мне по цветопередаче этот экран очень импонирует. Очень хорошие цвета. То есть, яркие картинки отображаются так, как надо. Отличные углы обзора. То есть, в этом вообще никаких нареканий нет. То есть, зеленый цвет он зеленый. Синий он синий. Красный он действительно красный. С великолепными углами обзора. То есть, матрицы у Huawei очень хорошие. То есть, цвета, ну, такие. Иногда можно сказать, даже ядовитые. Если картинка это позволяет. То есть, вот великолепные фотографии клубники. Такие, что их аж хочется есть. Китайские девушки различные. Ну, и тому подобное. То есть, ну, по экрану мне очень нравится данная модель. И как, в принципе, и P6. То есть, экраны у них, как по мне, идентичны. Что же касается воспроизведения видео. У меня, как всегда, для теста есть и в HD формате, и в формате Full HD. Давайте посмотрим, как воспроизводятся эти видео. Во-первых, формат HD воспроизводится без проблем. Звук у данной модели довольно-таки громкий. Хороший. Хороший, чистый. И что же касается у нас Full HD видео. Давайте посмотрим. Опять же, через MX Player. Очень нравится мне этот плеер. Тоже все без проблем. Без каких-либо нареканий. Многие говорят, что процессор, процессор, вот этот вот оригинальный от Huawei, он немножко слабоват. Да, я с этим соглашусь. Для игр, скажем так, это не самый лучший вариант. Графический ускоритель у него слабенький. Не сравнится ни с Mali 400, ни с PowerVR SGX544. Поэтому, в принципе, да, процессор слабоват, но на работоспособность, на воспроизведение вот этих всех менюшек, это все практически не сказывается. То есть, здесь можно поиграть в игрушки нормально, запустить видео с YouTube, полазить в браузер. Я основные эти моменты даже не показываю. Давайте посмотрим, как работают игры на данной модели. Вот так вот данная модель. выглядит под аккумулятором. Как вы видите, есть защита от влаги. Скорее всего, это же и от пыли. Хочу обратить ваше внимание, что аккумулятор в данной модели не такая информация, как все в интернете пишут, что 2,100, а 2,230. То есть, для 4,7-дюймового дисплея смартфона это очень-очень классный показатель. И это реальная его величина. Смартфон отлично держит. Сейчас покажу, продемонстрирую вам эти тесты. Значит, тестировал я данный смартфон, конечно же, в программке Antutu Tester. Antutu Tester показал 453. Это, в принципе, не сильно хороший результат, как для такой модели, как для такого дисплея. Но это синтетический тест, он не всегда показывает правильно. И также я тестировал данную модель в программе Citadel. То есть, это как полноценная игра, это максимальный режим работы, скажем так. Ну вот, у меня вышло... Так... 3 часа 5 минут, это у меня еще 10%. Тут, увы, получился скриншот не слишком хорошего качества, так как вылезла громкость. Ну, наверное, 3.20 он вот продержался. Это довольно-таки хороший показатель для такой модели. К особенностям данной модели можно также отнести совместимость работы с OTG кабелем. То есть, здесь установлен USB-хост. И благодаря этому мы можем подключать флешки, мышки, любые носители информации, которые сможет по питанию данная модель распознать. Таким образом, вот у нас подключилась сейчас флешка на 32 гигабайта. Нет, на 16. Вот ее информация. Особенностью данной модели, как я уже говорил, является водонепроницаемость и возможность работы, допустим, в дождливую погоду и просто для опускания в воду. Смартфон отлично с этим всем справляется. Конечно же, начинает он клацаться. Но ничего с этим не поделаешь. Вода вот так вот реагирует на него. Он готов работать. И все с ним в порядке. Теперь, когда я его вытащил, он полностью в рабочем состоянии. Ну, естественно, что вот эти капельки, которые на экране, они также могут мешать срабатыванию сенсора. То есть, во время того, как смартфон в воде, он вообще неуправляемый. Как только его протереть, все становится на свои места и все отлично работает. То есть, данным смартфоном можно пользоваться во время дождя без проблем и тому подобное. Также было замечено, что вот этот вот разъем, он никак, в принципе, не защищен. Скорее всего, после погружения в воду, нужно давать смартфону какое-то время немножко высохнуть. Чтобы вот в этом вот разъеме, когда мы подключим зарядку или что-то подобное, чтобы не было остатков воды. Спасибо. Также, по поводу камеры. Данная модель обладает хорошей камерой. Задняя камера у нас на 13 Мп. Видео записывается в формате Full HD. Вот такие вот настройки есть для камеры. Вот 13 Мп видим раз. Камера у нас видео снимает в формате Full HD. Ну и фронтальная камера у нас вот в прошивке показывает 1 Мп, но при этом качество довольно-таки хорошее. Вот все надписи, все это видно и, в принципе, все классно. Не знаю, почему пишет программа 5 Мп. Тут явно больше. Вот. Также хочется сказать, что великолепный GPS в данной модели. Буквально ставишь к подоконнику, я даже не выходил на улицу, проверял в домашних условиях. Выдает вот такие вот результаты. Ну, это, конечно же, уже там, когда он минутку поставил, когда он слоил побольше спутников. Вот эти вот квадратики означают, что система GPS поддерживает GLONES. Это очень интересно. Это необычно, потому что МТК-процессора данную платформу GPS-навигации не поддерживают. В целом, можно подводить итог. Модель получилась довольно-таки интересной. Не знаю, почему в интернете нет информации по поводу ее. Что тут есть? Есть хороший аккумулятор, который довольно-таки хорошо держит. Есть 4,7-тюймовый IPS-экран, который выдает великолепные цвета. Есть интересная прошивка, которая работает тоже без нареканий. Все отлично. Хорошая 13-мегапиксельная камера. Да, здесь Huawei-овский процессор. Немножко нестандартный для современных игр. Но, в принципе, для обычной работы его хватает. Конечно, тяжелые игры немножко подлагивают. Это можно отнести к минусу. Данная модель имеет класс защиты IP57. То есть, влага и пыль ему не страшны. Влага не страшна. Вроде бы до метра погружения, до 30 минут. Также есть вот такой вот передатчик, которым можно управлять. С помощью которого можно делать управление смартфоном как пультом. Например, к телевизору или к любому другому соответствующему Wi-Fi устройству. В целом, мне смартфон понравился. Данная модель работает с одной сим-картой. Она микростандарта. И, в принципе, очень достойный аппарат. Фронтальная камера программа пишет на 1 мегапиксель. Но, на самом деле, снимает камера намного лучше. Это уже какие-то софтовые баги. На этом все. Минусы. Какие минусы у данной модели я могу выделить? Опять же, процессор, который я уже говорил. Цена, наверное. Цена довольно-таки дорогая модель. В Украине у нас он продается 3-3100. То есть, возможно, такая цена вызвана тем, что, ну, конечно же, защита смартфона. Всегда модели и от Lenovo. Те, которые, например, Lenovo S750. Ну, нету там ничего такого сверхъестественного. Там и камера плохая. Ну, вот он просто ударопрочный и влагозащищенный. Ну, вот здесь примерно то же самое. За эту функцию нужно платить. Спасибо за внимание. Кому было интересно, вдвойне рад. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. И всего доброго вам. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...